Здравствуйте, приветствую на территории свободы зрителей AirLife и тех, кто смотрит нас сейчас в социальных сетях. В моей студии сейчас находится журналист Иван Светченко. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер. Ну вот, вторую неделю развивается событие, а это на Украине, это наша главная основная тема, которую мы обсуждаем уже вторую неделю подряд. Добрый вечер, продолжаем возмущаться, удивляться, остаемся до сих пор шокированными тому, что мы видим, свидетелями чего мы стали. Как вы видите, в каком мире мы оказались сейчас? Мы оказались в совершенно новом мире. Реальность после 24 февраля иная, нежели была 10 лет назад, 10 дней тому назад, 2 года тому назад. Реальность неопределенная и довольно жуткая, судя по кадрам всех, абсолютно всех мировых СМИ, мировых медиакомпаний, информационных агентств. Самое ужасное то, что мы начали обсуждать в частных беседах на телеканалах возможность ядерной войны. То есть, мы совсем недавно отпраздновали Новый год, никто, я так думаю, поднимая бокал шампанского, не думал о том, что дойдет до такого. Дошло, дошло и это самое страшное, на мой взгляд, что может быть. Однако же в медийном поле, в людских разговорах тема эта звучит и это очень серьезный сигнал для того, чтобы задуматься о том, что будет завтра. Завтра, что будет неизвестно. Кто-то сравнивает сегодняшнюю ситуацию с ближайшей войной, которая нам хоть что-то известна, второй мировой. Кто-то говорит о том, что мы оказались в мире Оруэлла или других авторов, которые пишут то, что мы считали всегда фэнтези. Вдруг они оживают. Вам кажется, какая аналогия наиболее подходящая в данный момент? Я бы не сравнивал с Оруэллом, потому что все-таки у Оруэлла заканчивается весь довольно-то такой культовый сюжет тем, что выхода нет. Я не верю в то, что выхода нет. Стоит надеяться на то, что коллективный разум, высшие силы, ну и просто вменяемые люди смогут остановить войну и договориться о мире. Я не знаю, с Владимиром ли Путином договориться о мире или без Владимира Путина договориться о мире, но чтобы в нашем регионе, в Украине, в нашем постсоветском пространстве все же не стреляли, не бомбили и не обсуждали ядерную войну. Я не знаю, какие можно делать параллели с литературным ли произведением, с фильмами, как я полюбил атомную бомбу, например. Все это дело неблагодарное, потому что каждое сравнение, оно подвергается определенного рода условностям. А мы живем в сегодняшнем дне. Это сегодня обстреливают Харьков, это сегодня бомбят Киев. Этого не написали в книжках, еще не написали в книжках, об этом еще не спели песни, об этом еще не сказали свое слово. Историки, политики и в принципе общество находятся в коллективном шоке и только пытаются осмыслить весь этот ужас, свидетелями которого мы становимся. Так что до подведения итогов еще время есть и боюсь, что крови будет еще много. Ой, какие нехорошие слова относительно крови. Ну вот смотрите, мне кажется, что конечно к войне невозможно подготовиться. Может быть кто-то готовился, но я отношусь к той категории людей, которые никогда не могут быть морально готов, что завтра война. Это нормально. Я поняла, что это не для всех нормально. Вот за последние дни я, к сожалению, убедилась, что люди бывают разными и для кого-то норма это война. Но мне кажется, что в республике Молдова по чуть-чуть, по чуть-чуть, несмотря на то, что мы наблюдаем какое-то объединение, как минимум на уровне гражданского общества и власти решения проблем, часть оппозиции поднимает какие-то свои проблемы, им кажется, что это более важно. Но несмотря на это, мне кажется, что вот сейчас пройдет этот первый шок и мы еще более остро ощутим все наши слабые моменты. Возможно, это повод задумываться об этих слабых моментах и как-то их трансформировать в сильные моменты. Why not? Приднестровье, например. И Приднестровье тоже. Судя по тому потоку новостей, которые приходят к нам из территории Приднестровского региона, власти непризнанного региона настроены относительно миролюбиво, никто не говорит про войну. Они также принимают беженцев и также, я думаю, все боятся войны. Никто не хочет войны, изменяемых людей. Так что я надеюсь на разум. К нам сейчас должен подключиться, я не зря затронула тему Приднестровья, должен подключиться сейчас к нам, а уже есть на связи, да? Добрый вечер, экс-вице-премьер по реинтеграции Александр Фленьки. Добрый вечер, господин Фленьки. Ну вот мы частично затронули тему Приднестровья, но я к ней подошла так, что сейчас будут вскрываться нерешенные наши проблемы, особенно остро. Буквально на прошлой неделе мы стали свидетелями очередного, скажем так, заявления со стороны Приднестровья о том, что они потребовали признания своей независимости и ответа абсолютно, я бы сказала, классического, на мой взгляд, для Республики Молдова со стороны нашего Бюро по реинтеграции, что давайте будем обо всем разговаривать, давайте никуда не будем никто спешить и делать какие-то поспешные заявления. Как вы оцениваете и заявление о Приднестровье, и ответ Бюро по реинтеграции? Ну, как таковое, само по себе это заявление ничего нового в себе не несет. Таковых было только на моей личной памяти уже очень много. Они в 2006 году почти такое же заявление упускали после референдума независимости. В 2008 году дважды было подобное заявление. Сначала после частичного признания Косово, потом после войны в Грузии и признания России, Абхазии, Осетии. И по другим поводам, другие годы, таковых было тоже немало. Другое дело, что понятно, что сейчас, принимая во внимание контекст и война, которая вот на наших рубежах происходит, понятно, что такого рода заявления заставляют нервничать многих людей, и не только в Тичневе, на самом деле, а в Киеве тоже по вполне очевидным причинам. И что-то мне подсказывает, что взрыв железнодорожного моста в Кучургане, по которому удобно гонять вагоны, будь то с соляркой, будь то, не дай бог, со снарядами, с колбасами, ну, это тоже где-то вот реакция, она и по времени так выходит, как реакция на это достаточно необдуманное заявление. Что в условиях войны, в условиях полномасштабной войны между, помян на секундочку, самыми большими по территории государства в Европе, наверное, не является реакцией преувеличенной. Ну, а более конкретно, если уже говорить про Тирасполе, и почему вот Тирасполе решил такое вот заявление выпустить, тут, мне кажется, две причины. Первая, такая, может, не совсем очевидная, это такой, по сути дела, это троллинг. Говоря вот языком социальных сетей, это троллинг в адрес Кишинева, и где-то, может быть, задел на будущее для переговорного процесса, когда рано или поздно хочется верить, он вернется в свое нормальное русло, 5 плюс 2, хотя, конечно, в нынешних условиях, я думаю, что заявленные в начале года планы о том, что в апреле-май где-то собрать 5 плюс 2, мне сложно себе представить, каким образом это произойдет, и представители России и Украины, как два сопострельника, соберутся вместе. Ну, может быть, посмотрим, может быть, мы все хотим, чтобы до тех пор война закончилась, и все вернулось в некое более-менее вменяемое русло, потому что то, что происходит сейчас, это, конечно, полное сумасшествие. Вот, и когда процесс вернет в обычное русло, Тирасполе время от времени сможет апеллировать, как они раньше, в принципе, делали, апеллировать к этому документу и просто, скажем так, одергивать, раздоривать Кишинева, не более того. Но, с другой стороны, есть еще и некая личная мотивация для того же, допустим, Виталия Игнатьева, или для Вадима Красносельского, без одобрения которого такое заявление не вышло бы, потому что, ну, бог его знает, а как все повернется, и что там будет. Я не знаю, может, возьмут Одеску, а может быть, через какое-то время передовые части российской армии войдут в Триднестровье, и кто его знает, где там пройдет та граница, и как будут пересмотрены границы. А на этот случай у Виталия Игнатьева, у Вадима Красносельского, у других, вот есть такое удобное заявление, к которому можно будет апеллировать, сказать, ребята, мы вовремя проявили сознательность, как бы мы, не забывайте про нас, мы тут боролись за наше общее дело. То есть мотивация сугубо личная, исходя из каких-то личных амбиций и планов на будущее, людям нужны какие-то резервные аэродромы на разные случаи, для случаев разных сценариев. И вот где-то на пересечении всех этих вот версий и объяснений я пересматривал заявление. Господин Флинке, я помню, что буквально через пару дней после того, как начался поток беженцев, Украина, именно Украина закрыла КПП, который на границе с Приднестровьем, для того, чтобы беженцев направлять напрямую, контролируя молдавскими конституционными властями часть страны. Потом вы говорите, напомнили о том, как взорвали мост. Буквально два дня назад, по-моему, если я не ошибаюсь, в субботу, то мы должны были очередной фейк-ньюс опровергать о том, что... Нет, вчера, вчера, что обстреливали аэропорт Винница с территории Террасполя. И это был не первый фейк-ньюс, связанный именно с Приднестровьем. Как потом показал, они выяснили, что все-таки обстреливали с другой стороны и совершенно не из Приднестровского региона. Правильно я понимаю, что в данном случае Украина именно рассматривает территорию Приднестровья как вражескую. В данной ситуации, ситуации войны и агрессии со стороны Российской Федерации, то есть государство Украины находится в состоянии войны. В состоянии войны нельзя недооценивать любые риски. То есть любые, даже самые невероятные слухи, даже самые маловероятные сценарии необходимо рассматривать как реалистичные риски. То есть, ну так оно во время войны, иначе нельзя. То есть если нельзя, недооценивать риски. Поэтому с этой точки зрения я понимаю действия Киева, я понимаю, что они вынуждены предупредительно реагировать на все, а потом нету времени, нету условий, чтобы разбираться, перепроверять 10 раз информацию. К сожалению, это война. В том числе и по этой причине война это ужасно, и не может иметь никакого оправдания и преступно рассматривать войну в качестве инструмента для достижения цели. Будь то в Украине, будь то в любой другой точке мира. Извините, я убежденный пацифист, и мне я просто... Я переживаю это в том числе и как личную трагедию, то, что происходит на рубежах нашей страны, то, что происходит в Украине. У каждого из нас родственники, знакомые, друзья, и не говоря уже о тех рисков и того долгосрочного эффекта. Этот эффект надо понимать, это должно быть десятилетия. Десятилетия Украина, Молдова, весь Черноморский регион и не только будут преодолевать последствия этой войны. Даже если война закончится, мы хотим, чтобы она закончилась сейчас. Буквально в эти минуты проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией, где, понятно, судьба войны не решается, к сожалению. Даже если сейчас война закончится, последствия, то есть наше развитие на десятки лет назад отброшено. Мы сейчас теряем десятки лет. В моей истории находится журналист Иван Священко. Мне кажется, он тоже хочет задать вам вопрос. Да, есть у меня вопрос. Мы знаем, что части бывшей 14-й армии процентов на 90-е укомплектованы гражданами Российской Федерации, однако же жителями Приднестровья. Даже больше. Даже больше. Мои источники из Террасполя говорят, что в абсолютно подавляющем большинстве своем эти военнослужащие ну, мягко говоря, находятся в шоке от того, что делает Россия и совершенно не стремятся никоим образом поддерживать военные действия либо принимать участие в них. Что говорят ваши источники и не можем ли мы столкнуться с тем, что 14-й армии в Республике Молдова не будет по причине дезертирства? Иван, я когда подключился к эфиру, первое, что услышал, это были ваши слова о том, что нормальные люди воевать не хотят. Я полностью с этим согласен. Кто хочет воевать, у того проблемы с головой. нормальные люди воевать не хотят. И понятно, что российская армия это такое дело, надо как? ОГРВ, вот типа 3000 солдат, это серьезные риски и угроза для безопасности Республики Молдова в мирные времена и при любом другом раскладе. Но сейчас в этих условиях, когда идет полномасштабная война в Украине, угроза для нашей безопасности, угроза для нашей повседневной жизни и вообще для нашей страны, она не из Приднестровья исходит, потому что там такие же люди, как и мы, которых угораздило родиться в Приднестровье, у которых есть российские паспорта, по убеждению, по необходимости, у каждого своя личная... молдавские паспорта, и украинские паспорта, и у многих вообще весь пакет из трех паспортов плюс непризнанной Приднестровки. У этих людей свои семьи, дома, жизнь, и для них это работа, это не самая лучшая работа с любой точки зрения, но это работа. Понятно, что люди не хотят войны, понятно, что люди не хотят разрушения своих жизней, семей и всего прочего. Александр... Но тут я должен добавить, что, конечно, не мнение этих людей, не наше с вами мнение, люди, принимающие... Или человек, принимающий решение в Кремле, конечно, не учитывает и вообще его внимание не принимает. Сегодня появилась информация о том, что по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулеба с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу сказала Захарова и уточнила, что об этом договорились с телефоном разговоре Эрдоган и Путин сегодня. Скажите, пожалуйста, эта площадка может дать результат такой формат? Может быть более результативным, скажем так, чем то, что происходит сейчас на территории Беларуси? То, что происходит на территории Беларуси вот уже третий раунд переговоров, это надо понимать, что это не тот формат и не тот уровень представительства, где будут решаться вопросы войны и мира и будущего устройства Украины и вообще архитектуры европейской безопасности. Там речь идет о прекращении огня в каких-то определенных местах, гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения и другого рода технические вопросы. А вопросы глобальные, вопросы войны и мира это вопросы, которые решаются начиная от уровня Кулеба и Лаврова и выше и дальше. То есть это уровни лидеров государств, глобальных игроков. И тут Турция, тут надо понимать, почему Турция, почему Турция так, ну, суетиться, не очень хорошее слово, но очень активно. На прошлой неделе Турция просто начала работать очень активно, так же, как и Израиль. Премьер-министр Израиля Беннет просто вдруг в субботу, несмотря на шаббат, рванул по всей Европе и провел очень продуктивно. Сняли с языка вот сейчас пример, да, я как раз хотела уточнить. Да, потому что понятно, что вот где-то в этом многоугольнике Тель-Авив, Анкара, Москва, Киев, Париж, Берлин, Лондон и Вашингтон ничего так собирается компания. Да, даже представляете себе согласовать эти позиции? Активность Турции понятна. Вот Турция, наверное, после Молдовы и Украины непосредственно жертву всего этого, это первая заинтересованная страна, чтобы там был мир. И тут по огромному списку причин, кроме того, что у Турции есть свои амбиции и планы в Черноморском бассейне, и до недавних пор существовал некий не очень устойчивый баланс взаимоучета интересов России и Турции о зонах влияния на Черном море. Но давайте не будем забывать про экономику и торговлю, которую, ну, может быть, для Москвы это не важно в нынешних условиях, когда строятся новые империи. А для Турции это очень важно. И давайте подумаем во всех украинских портах и о том, что через эти порты Турция торгует не только с Украиной, а с гораздо большим количеством государств. Давайте не будем забывать про транспортные коридоры, которые поясывают Черное море, и они начинаются в Турции и заканчиваются в Турции и проходят через Украину. Сейчас все это не работает. И прочее, и прочее, и прочее. Опять же, полеты, опять же, давайте не будем забывать о том, что приближается период отпусков. В любом другом году, в любых других нормальных обстоятельствах уже люди бронируют туры. Из России, из Украины в Турцию. Всего этого не будет. Всего этого не будет. Поэтому я уже не говорю про то, что и Сирия все чаще звучит, и из уст Янкары, и из уст Тель-Авива, и из уст Лаврова регулярно это звучит, и Иран. Буквально сегодня Лавров общался со своим визави из Тегерана. То есть это очень сложный клубок противоречий попытаться примирить вот такое большое количество игроков от Вашингтона до Москвы, Тель-Авива и Анкары, где кроме Украины еще вот есть и ядерные проблемы Ирана, и есть еще и Сирия, где опять же Россия и США конкурируют, а Израиль взаимодействует и кооперирует по Сирии и с Россией, и с США. Ну, тут, конечно, израильский премьер подает извините за каламбур, премьер подает всем пример дипломатизации первое, это очень сложная игра, и судя по всему, то, что пытается сейчас сделать Израиль, это разделить все эти три сложные проблемы, пусть Иран будет отдельно, Сирия будет отдельно, а Украину давайте решать прямо сейчас, и, ну, тут, конечно, мои симпатии на стороне Турции и Израиля, в том плане, что, судя по всему, еще Париж тоже к этому склоняет, Берлин, главный посыл, это нужно остановить военные действия незамедлительно, как можно быстрее подписать перемирие, закончить этот ужас, а потом уже вести длительные сложные переговоры по всему клубку, так говоря, еще один вопрос по переговорам, те условия, которые выставляет Российская Федерация, четко понимая, что они изначально неприемлемы для Украины, да, признание ДНР, признание Крыма, признание ЛНР, демилитаризация, демилитаризация, нацификация, и не вступление в НАТО, да, и не вступление в НАТО, то есть вечный нейтралитет, к которому мы чуть позже тоже вернемся к этому слову, потому что у нас она тоже уже Орскомину за две недели набила, это что, это демонстрация того, что, в принципе, эти переговоры для них ничего не значат, и, как сказал Путин, мы идем по плану? Ну, знаете, я профессиональный переговорщик, я почти 20 лет занимался переговорами, и это нормальная тактика, я тоже так делал, в том числе в переговорах с россиянами, выкатываешь длинные и страшный перечень требований, на которые люди просто, да нет, ну что, даже обсуждать это нельзя, немножко ломаешься, потом откатываешь самые громкие и самые такие одиозные деноцификации и прочее, люди с облегчением вздыхают и упускают без виду некие мелочи, такие, не бросающиеся в глаза моменты где-то между строчками, ну это переговорная тактика, понятно, что Путин не тот человек, который так легко откатывает назад, но ясно, что это завышенные требования с тем, чтобы откатить назад и где-то получить меньше того, что было заявлено, но то, что является по-настоящему А настоящим важным является что, не вступать в НАТО и оставить в покое ЛНР и Крым навсегда? Я думаю, что НАТО и Крым по всему остальному можно говорить. Был такой ключевой момент, самый знаковый важный перелом в позиции России. С первого же дня войны говорилось о деноцификации и понятно, то есть давайте переведем это на обычный человеческий язык. Это значит, что Путин сказал, я с Зеленским и со всей его компанией разговаривать не буду, это нацистские преступники, мы их, и даже звучала такая фраза, по-моему, Захарова говорила, на скамейке обвиняемых, в трибунал мы им сделаем. То есть задача, которые были поставлены перед этой так называемой военной операцией, занять Киев, сместить это руководство, поставить новое, лояльное, ну, по примеру, вот финской войны тоже, которая так частично удалась, полный нового правительства, и мы с ним потом будем вести переговоры о том, как мы все признаем и любим ДНР, ЛНР, признаем Крым и так далее. Вот. Из-за того, что Блицкрик сорвался, то есть стало понятно, что так просто не, этот вопрос не решить и Зеленского, и правительство не сместить, было несколько дней, когда деноцификация, прямо она пропала из официальных коммуникаций из Кремля, она просто пропала. И потом, когда журналисты обратили внимание и прямо в лоб просили Лаврова, Лавров сказал, не-не-не-не, да вы что, это остается в силе. понятно, те, кому был адресован этот сигнал, они его поняли, и потом отговорки Лаврова тоже интерпретировали должным образом, это просто сохранить лицо перед прессой, но, то есть уже тем самым Путин продемонстрировал, что есть люфт, есть зазор, по которому можно таковаться. И тогда заключительный вопрос, сегодня у нас в парламенте на брифинге представители депутата блока коммунистов и социалистов представили законопроект о постоянном нейтралитете республики Молдова. Нынешний нейтралитет считается недостаточным, то есть он не подтвержден на международном уровне, если я правильно поняла то, что они сказали, и перечислили основные постулаты, которые раскрываются в проекте закона, то есть роль и сущность постоянного нейтралитета, меры по обеспечению неприкосновенности границы территории Молдовы, роли места иностранных вооруженных сил, вот для меня это самое интересное, условия международного сотрудничества в военной сфере, роли места республики Молдова в рамках гуманитарных миссий международной помощи, военная помощь оказываемой республики Молдова, военное сотрудничество республики СООН, роли места органов власти в контексте постоянного нейтралитета и международные отношения республики Молдова в условиях постоянного нейтралитета вопроса у меня в этой связи конечно сразу возникает два почему именно сегодня вот сейчас он нужно нам этот законопроект и 2 что это меняет по сравнению с тем что мы имеем на сегодняшний день где у нас если я не ошибаюсь 11 статья конституции гласит о том что республика молдова является нейтральным государством ну у меня ответа тоже 21 почему сегодня ну не знаю потому что сегодня понедельник на выходные думали придумали к понедельнику имела ввиду вот в этом региональном контексте смотрите киска мне во первых во первых у нас есть такая ситуация когда война закончится и и повторюсь и буду много раз повторять она закончится незамедлительно очевидно что на нашем континенте будут будет некое переустройство архитектуры безопасности оно должно произойти либо война либо новые договоренности об обустройстве безопасности на европейском континенте и вот когда будет достигнуты хотя бы общие рамочные договоренности о новой архитектуре безопасности вот тогда государство республики республика молдова нужно будет заново придумать свою парадигму безопасности и что мы и что мы делаем и как мы в это встраиваем потом сейчас говорить о нейтралитете продолжать те идеи которые были заполошены в основу нашего государства девяносто четвертом году с принятием конституции вот сейчас это это совершенно не тот момент потому что мы не знаем каким мир выйдет из этого кризиса вот когда мы узнаем когда увидим тогда посмотрим надо будет собираться всем политическим силам и заново придумывать и встраивать наше государство новую архитектуру не говоря уже о том что может быть архитектура выстроиться такая что нас спрашивать никто не будет у нас просто выбора не будет если просто опять будет некая новая итерация ялты и просто поделят европу на сферу влияния никто нас не спросит и и где пройдет железный занавес по круту или по днистру и тогда это это вообще потеряет актуальность но но кроме того и почему сейчас тоже частично отвечая на вопрос почему сейчас не могу нет не отметить такую вещь что он ну сейчас очевидно это некая реакция то что давайте как-то мы себя обезопасим от возможной оккупации возможно это много агрессия в случае молдова наверное даже не совсем уместный термин потому что как бы ну мы не украина ни с какой точки зрения поворот не будет будет не оккупаться просто заедут танки да вы давайте-ка мы себя обезопасим потому что еще раз напомним россии что мы 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 нейтральны мы не представляем угрозы я не думаю что в кремле кто-то серьезно рассматривает молдову как угроза безопасно дело в том что есть такие моменты и они как правило жизни каждого конкретного человека лишь один раз случаются не хотя некоторых угрозит может угрозить на две войны что вот война это не время полумер это не время полумер приходит такой момент когда нужно четко заявлять позиции когда нужно четко занимать сторону ту или иную и четко говорить что ты кто ты и чего ты хочешь чего ты требуешь наивно мне кажется мне кажется лично наивно полагать что возможно оккупацию молдову там зависит от того как кишнев себя поведет и что скажет давайте там не не тревожить медведя или давайте наоборот ему там сильное гнездо закинем перелогу вообще от нас не зависит как карта там на на столе у путина ляжет как решение будут приниматься исходя не не даже не в последнюю очередь будут смотреть на то а что там говорят молдавское руководство они нас там поддержали не поддержали или осудили присоединились с танками или не присоединились это эти критерии важны когда речь идет о государствах другого порядка великобритания финляндия потому что она на границе россии она рядом с таким с петербургом и это нейтральное государство в котором уже запущена законодательная процедура об отмене нейтралитета швеция по тем же причинам и так то есть такого рода государства в нашем случае какие-то полумеры и обтекаемые формулировки вот возможной оккупации не спасут сейчас нас спасает украина грубо но она очень верно говоря под возможной впад а надо думать о том как мы будем дальше жить с теми соседями которые у нас есть румыния украина и на 1 и о том как мы опять же будем устраивать как будем встраивать в послевоенную картину мира и послевоенные отношения спасибо александр и с вами прощаюсь спасибо что вы нашли время ответить на вас на наши вопросы спасибо хорошего вечера до свидания возвращаясь к моему временными и со модератору теперь опять снова гостью вот с вами будет меняться так статусы я тот же вопрос к вам но уже как журналисту который много лет занимался политикой молдавской чем вызвано именно сегодняшние заявления и на какой на что они рассчитаны о нейтралитете я я понимаю когда у тебя что-то зудит нужно почесать вот у парламентской оппозиции последнее время вот после 11 июля досрочных парламентских выборов зудит отсутствие креатива они не в состоянии почему-то выдвинуть вменяемых лозунгов за которые пошел бы электорат они не в состоянии предложить интересные нужные законодательные инициативы и то что они озвучивают те месседжи которые они продвигают на мой взгляд страдают отсутствием смыслов у них нет наполненности какой-то смысловый смысловой которая могла бы привести ну к каким-то более менее полезным результатом как для страны так и для самого блока коммунистов и социалистов ну да можно в очередной раз напомнить о том что мы нейтральная страна и нам нужно этот нейтралитет как-то возвести в квадрат в кубическую степень смысла в этом на мой взгляд маловато и это скорее продолжает арифметическую математическую алгебраическую аналогию скорее извлекает корень из коммунистов из владимира воронина и всей всего ариапага партии социалистов понравится россии ну вряд ли прямо вот сейчас вот думает российской федерации о том что заявляют в молдавском парламенте не парламентские партии которые не имеют отношения к власти понравится самому электорату поддержать свой электорат да тоже вряд ли другим занят электорат ценами на газ в частности занят электорат войной в украине занят электорат одновременно они не в состоянии вообще никак не реагировать на происходящую кошмарную ситуацию ну и вот пытаются извергнуть некий поток смыслов который на мой взгляд довольно оторван от реальности и немножко не ко времени я сегодня тоже в соцсетях отметилась сарказмом каюсь иногда не выдерживаю тот же самый нейтралитет который вроде как бы прописывают журналистам да если вы обратили внимание две недели мои студии политиков я не приглашала именно для того чтобы мы могли сконцентрироваться на существующих проблемах и осмыслить их по степени важности они по степени того какие политические дивиденды кто сможет из этого в итоге получить мы сейчас уходим на рекламу вернемся после рекламы и поверьте у нас будущую связи по skype и по телефону мы будем еще обсуждать ситуацию которая в стране реклама на r-life скоро вернемся мы вернули студию иван перед тем как уйти на рекламу мы говорили о нейтралитете но для меня это конечно сейчас вопрос для республики молдова не первичный волна беженцев до волна людей которым необходима помощь мне кажется оголела много социальных моментов из момента связанных с бизнесом который в том числе откликнулся на ту ситуацию которая есть стране ну наверняка как мы понимаем бизнес бы хотел какой-то встречное предложение со стороны власти я пока не видел просьб со стороны бизнеса каких-то более-менее конкретно выраженных конкретно сформулированных давайте послушаем давайте узнаем из чего хочет бизнес что предлагает бизнес чем бы нынешняя власть может помочь бизнесу пока что мы все-таки больше на гуманитарной помощи держимся и на средства госбюджета нежели на добровольных пожертвованиях но вот сейчас одно из так я по телефону свяжусь с одним из владельцев заведения которые с первого дня как молдову попали беженцы кормят их ежедневно горячими обедами в том мы поговорим о том что сейчас спустя вот почти две недели испытывает бизнес игорь добрый вечер мы в прямом эфире я не могу делать вашему заведению сейчас рекламу называть его извините вот спасибо вам сейчас мы поставим фотографию которую вы нам прислали попросили нет я прошу прощения всю фотографию где сидят люди пожалуйста за столом обедают как как это выглядит скажите пожалуйста сколько людей у вас в заведении питается ежедневно я имею ввиду вот именно из беженцев мы когда вообще все это с первого дня как это мы очень часто помогаем и другим не только здесь это волна негатива хайпа там все хотят одновременный центр этого всего негатива штаммати мы не должны кормить их потому что мы не кормим социального даван мы кормим и социально узимых мадованы участвуем в куче разных но и думали если будет 10 потому что заведение больше 20 открыт но если будет 10 20 30 то мы принципе можем это делать и не почувствуем но их стало 50 и 100 и мы понимаем только начало всего лишь на данный момент сегодня как бы вот было немножко пауза по 30 человек бывает в общей сложности больше 400 если мы говорили с тобой буквально вчера это мы больше 400 получатых 450 покормили и люди видят этот лист где-то у них уже те кто прошли они пишут уже где можно поесть и приходят следующие так это такое сарафанное радио вопрос у меня простой у нас социальных сетях были нашлись те которые писали о том что это люди на дорогих машинах которые много себя могут позволить почему мы и так далее какая категория людей приходила ваше заведение я писал это даже на странице нашего заведения там есть это что первый день первый день два те которые очень много бизнеса из адрес очень много людей кто во власти в адресе они естественно понимают что граница для мужчин закроется они переехали на нашу сторону и я не есть они вот и создают эту ауру что они гуляют естественно их много и но они несущественно они уже многие из них учат по выжали поняли что здесь не так хорошо как они себя представляли и уехали дальше на данный момент это реально чтобы мы не говорили там активно фиксовых машинах им ими не надо и даже некоторые из них если я тут многих на улице игры вы можете поесть вот время от и до играть на кормите лучше тех кто реально нуждается нам не надо они приходят уже тут районы есть украинские они даже вчера делали день рождения своим детям мы смеялись что в один определенный момент в этих дворах и центре в центре детей украинцев беженцев больше чем место то есть сейчас ситуация такая же получается как и с рядовыми гражданами молдовы да то есть есть люди которые более состоятельные есть менее состоятельные и к вам приходят те которые буквально уже из-под бомбежек да да конечно появились те которые вот эти фотографии которые это люди которые это это бывший молдавский если мы так возьмем сейчас он украинский это аршиз у них там ударила в заброшенный военный который он сто лет не работал но он зацепил ими дома и люди вот женщина взяла просто детей и без ничего я понял что без ничего она вот и она пришла на этой фотографии она пришла в тот день когда мы не кормим выходной суббота воскресенье но даже и куча есть и таких мы говорим вот тарелку борща мы сделаем в любое время и днем и ночью и наград мы пришли с детьми вот пересекли паланку завезли добрые люди до кишниева они просто не знают куда идти они не знали вот мы говорим ну хоть поешьте хоть что-то вот они спасибо плакали это ужас что происходит и у меня вопрос правильно ли я понимаю что вы все таки хотите если не встречи то какой-то чуть больше взаимоотношений каких-то более прозрачных с руководством потому что на добрым слове долго в таких количествах просто не сможете помогать это я я если честно вот откровенно я даже с одним депутатом просто его спасибо грым не нас очень факт и мы не сможем выдержать этот объем он говорит ну вы же это делаете по доброте душевно ну можете делать и не можете не делать и это создает нам самим проблему потому что у нас есть на правду люди которые открыт нас там с гбм жить с которыми мы работаем с детьми синдромом особенными детьми и вот они организовали пункт сбора это там вообще шесть дней без остановки это они кое-что передали как нам оформлять этот продукт и которые входят подарочные откликнулись некоторые из другого бизнеса грот у меня есть рыба я тебе давай фактуры там полею продам килограмм лей чтобы ты кормил хоть как-то чтобы у вас возникают вопросы с оформлением да конечно и мы это не пробиваем за счет сейчас вы понимаете я говорю сейчас наговариваю сам на себя мы не можем это то что подарили или мы кормим это даже не пробиваем уже но я думаю что мы будем еще пробивать и платить за это с этого налоги то это превратится в черте что я просто знаю что я разговаривала с людьми которые работают в этом едином центре я знаю что там на них настолько сумасшедшая нагрузка что физически конечно не никто не может предусмотреть все 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 и необходимо какие-то предложения делать это что вы сейчас говорите я думаю мы тоже внесем в этот список предложений для того чтобы сохранить хотя бы возможность такую помогать людям которые сейчас я думаю будут приезжать как раз из-под самых бомбежек самые-самые которые только вот рюкзачком за спиной и неизвестно успели ли взять документы и спасибо вам большое еще за то что вы вышли на связь я думаю мы еще с вами тему будем обсуждать и возможно что действительно журналисты станут вашим мостом с министерством экономики либо софийском или с проверяющими нашими государственными структурами и мы сможем как-то наладить вот эту систему для того чтобы и вы могли делать доброе дело и вас за это чтобы еще и не наказывали спасибо и за то что вы делаете спасибо и хорошо передачи вечера спасибо хорошо только это это фраза потому что я вам говорю люди неправильно опять же извини что на прощание люди хайпанули все молдаване на этой теме там что украинцы плохие это огромная страна 40 миллионов меня пришла обманула женщин ромы там забрали иду которая никому так якобы я на секунду я даже написал вот развели меня стало как-то так неприятно но когда пришло женщины привели 30 грудных детей ты забываешь про все это не знаю как что происходит и поэтому нам надо относиться мы маленькая страна мы не сможем конечно украину переварить через себя сколько нам хватит а тут кто не может пускай он просто не помогает они пишут эти гадости в интернете вызвать ненависть она ничего не дает потому что определенный момент украинцев станет так много что некоторые будут и спрашивать понимаете не надо доходить до вот этого конфликтности людям сейчас они и так на взводе спасибо и спасибо вот такое мнение одного из тех людей которые уже две недели кормят и видит действительно на самом деле что происходит то есть ну ты писал об этом я писал об этом мы сегодня делали на сайте подборку 10 фейков которые за это время появились но ведь абсолютное ощущение когда что это все управляется с единого центра что я имею ввиду эти фейки да и про украинцев и про армию да что будут мобилизации про то что не будет выпускать из страны вот это все они как-то вот все идут по одному сценарию и сразу раскидывается одновременно да по всем аккаунтам абсолютно в разных социальных сетях одновременно все именно так и это настолько не прикрытая компания ничем не быть замаскированная по игре на самых низменных чувствах с использованием самых подлых технологий самых отвратительных каких-то пиар месседжей что мы пожалуй впервые сталкиваемся с подобным валом лжи и мерзости наши все молдавские выборы до 2022 года которые всегда были грязные всегда были страшные тоже довольно условно их можно было назвать как-то политически выдержанными вежливыми сейчас это все перешло на новую стадию на новый уровень за дело взялись и гораздо более серьезные специалисты технологии используются технологии игры на массовом сознании на массовой манипуляции это налицо это факт это фейсбук тик ток и все остальные социальные сетки но если чуть-чуть засомневаться и выключить мозг на тебя это будет воздействовать если мозг не выключать и сохранять некий здравый смысл все это тебя отлетит как оценки горох спасибо к нам сейчас уже подключена виктория лари это века координатор проектов и писем века добрый вечер мы обсуждаем с иваном то что происходит в том числе и фейки в социальных сетях которые появляются я насколько понимаю вы тоже наблюдали какая картина сложилась у вас к сожалению мы видим что развернута компания по дискредитации украинских беженцев и произошло это внезапно в одночасье практически и понятно что это скоординировано так как тезисы которые люди повторяют в социальных сетях очень похожи между собой то то мол украинцы богатые у них дорогие машины им не надо помогать то что они не хотят разговаривать на они претендуют чтобы все говорили на украинском то что они не и им не нравится какие-то условия тут предоставляют и это понятно что пытается играть на эмоциях людей столкнуть людей лбами и украинцев молдаван русских здесь это странно потому что во первых первых дней первые дни был первый поток беженцев никто не замечал такие проблемы то есть люди были вот солидарно с украинцами и никто не ожидал такого поворота выйти это не может не может не оставлять задуматься если кто-то заинтересован в таком развитии я знаю что вы были координатором одного из проектов который делал и без проднестровские диалоги я в том числе участница первого проекта но мы были такие более взрослые до уже состоявшиеся скажем так профессионалы и у нас конечно там был другой состав и даже война которая происходит в украине нас не разделила мы продолжаем общаться и в принципе у нас позиция осталась единой независимо от того на каком берегу мы не стран находимся а вот как молодежь 2 3 состав у вас он более молодой там гражданские активисты до блогер молодые люди вот как они сейчас я знаю что вы с ними связывались до реагируют на эту ситуацию до к сожалению большом части наших участников они не показывают свое мнение насчет этого конфликта я не знаю или они боятся что-то говорить и боятся выразить свое мнение но в то же время их действия показывает то что они пытаются помочь украинским беженцам то есть они связали с нами нас спросили если мы можем их помочь как-то скоординировать их работу там в террасполе и если есть люди которые хотят с террасполя при переехать в кишинев чтобы мне мы им помогли то есть ясно что они сочувствуют этим людям и они хотят помочь но высказать политическую мнение они не могут к сожалению и мы там тоже видим в прессе на берегу они пытаются как-то обойти эту тему никто и про это не говорит и никто не обсуждает войну в украину и и это можно заметить на на всем уровне то есть или среди людей и среди масс-медиа на левом берегу спасибо еще один вопрос я видела у некоторых румыноязычных журналистов которые писали статус потому что буквально на в начале прошлой недели о том что не надо сейчас в молдове начинать охоту на ведьмы войну с русскоязычными да или с русским языком я знаю что вы виктория придерживаетесь той же самой позиции и те кто входят ваш институт тоже такой же позиции как вы думаете почему потому что до этого я видел как некоторые блогеры делали такие на эти вопросы а изменилось ли ваше отношение к русскому языку теперь в телеграм-каналах появились такие опросы мне кажется они изначально были тенденциозными да но это мое мнение кто-то может быть с ним не согласен как вы видели вот это вот отдельное внимание да а что такого произошло что теперь вот русскоязычные которые проживают в молдове к ним должно быть какое-то другое отношение если честно я не заметила эту тему потому что наоборот я думаю что с первых дней все собственное говорило что не надо зацикливаться на вторых проблемах и просто объединиться и помогла надо помогать людям в кризисной ситуации даже в моих кругах ровно говорящий я не слышала такие тезисы я не слышала чтобы люди говорили плохо про русскоговорящих здесь и наоборот я думаю что люди сейчас в этой ситуации сплотились вокруг одной проблемы которые надо решить все вместе несмотря на языковой барьер спасибо виктория спасибо за то что вы нашли время то есть ивана провокация не удалось я думаю она была плохо продумана если имела цель именно провокация наше общество как раз продемонстрировала впервые за 30 лет независимости насколько мы выросли насколько мы вполне себе вменяемые европейские люди и когда у соседа беда мы немножко оставляем позади и политические разногласия и какие-то религиозные споры и языковые и лингвистические проблемы а занимаемся делом и то что ну сотни тысяч людей участвуют в качестве волонтеров и помогают украинцам которые бегут от войны в молдову и дальше в европу это яркий показатель который вот он видим его можно пощупать его можно увидеть по телевизору в интернет в интернете в соцсетях можно пообщаться с людьми и сделать свои выводы ничего не изменилось по отношению к русскому языку республики молдова русский язык не тире российская федерация а российская федерация это не тире владимир путин а у меня очень много друзей на самом деле занимались помощью беженцам я об этом узнавала если честно честно случайно потому что никто из них как бы но большинство из них в фейсбуке не постили я там разместил столько или я нашел столько или еще что-то люди просто делали свои занимались тем чем они могли где они могли быть полезны им звонили они помогали находили здесь место помогали выехать или въехать страну и так далее но я видела не ряд скажем так публичных личностей и политиков которые вот на этом хайповали я понимаю что ситуация с беженцами в нашей стране будет усложняться в том числе и в количественном то есть масштабно нам будет довольно сложно выравнивать эту ситуацию насколько я понимаю возникают вопросы на местах потому что бюджета у примарий не выросли как ты думаешь власть должна будет немножечко пересмотреть свои взаимоотношения в том числе с местными органами власти я смотрела карту страны практически во все районы расселены люди ну разумеется просто дело в том что у тебя в доме начался пожар и ты пытаешься его тушить этот пожар до первый день у тебя получается что-то со скрипом потом получается что-то более гладко более гармонично находится решение находятся люди нужные нам показывается колоссальная международная поддержка абсолютно все страны европы евросоюза в швейцария там скандинавские страны собираются готовы нам помогать господин блинкин к нам приезжал пообещал очень массированную помощь это деньги это оборудование это лекарство раскладушки одеяло ну и так далее на все это нужно время хотя бы просто физически это перевести из одной страны в другую счетом неработающего аэропорта с учетом довольно сложных транспортных и логистических коридоров в этом плане я считаю что молдова справиться мы не можем не справиться у нас нет права не справиться и нам ну реально помогает весь мир также как украине помогает абсолютно весь мир за исключением эритреи северной кореи белоруссии и российской федерации шикарный набор союзников мы в цивилизованном мире и когда у людей беда в меняемый мир цивилизованный мир помогает решить эту беду мы не одни нам помогут согласна с тобой абсолютно но вот не сегодня даже критиковали говорить культурная ситуация меняется вот мы должны сейчас что сделать почему я сегодня задаю такие абсолютно разные вопросы там мы начинали с политического контекста и уходим на гуманитарный потому что мне кажется что сейчас мы показом свое настоящее лицо но невозможно притворяться как то что ситуация такая что кризис настолько глубокий и война настолько близко что притворяться невозможно и наша в том числе и культура и человечность выражается сейчас особенно остро либо отсутствие он это год черно-белый мы станем свидетелем расчеловечивания и отсутствие гуманизма или все таки мы сможем справиться с этим пока что мне кажется мы как раз становимся свидетелями явного проявления гуманизма вменяемых человеческих черт поведения характера нормального человеческого отношения к другому человеку к ближнему своему скажу по церковному обычаю все это меня безусловно радует и возможно многие люди даже сами от себя не ожидали что они настолько хорошие люди они глубине души были хорошие а вот у них представился случай проявить эту свою хорошесть и они воспользовались этим они не стали равнодушными они с ней оказались вне этой повестке и не стали закрывать глаза и делают дело в конце концов далеко не всегда нужно прям вот ехать на границу планку меня нету автомобиля я не могу поехать на паланку и привозить увозить беженцев но я могу причислить деньги с помощью минфина прекрасная система мб чем я позавчера воспользовался занимает 30 секунд его времени нужно банковская карточка и компьютер с интернетом ты причисляешь деньги ты помогаешь этим и государству справляться с потоком беженцам и этим беженцам которым иначе ты не можешь помочь механизмы по помощи есть кто-то кормит людей в своих ресторанах заведениях столовых кафе барах кто-то размещает их у себя дома а кто-то причисляет деньги все нужно любая помощь полезна любая помощь нужна но и мне кажется что молдавское общество как никогда показывает свою зрелость я очень этому рад я в него верил в молдавское общество и теперь гордишься что ты гражданин был да я всегда горжусь просто в глубине души горжусь а тут вот оно на лицо на всему весь мир это видит спасибо это тоже я в принципе тоже всегда гордилась и у меня другого гражданства нет это мое единственное я беззаветно люблю республику молдова и в эти дни я испытывала большую гордость за народ который представляю и с другой стороны какие-то моменты когда я видела какие-то вот эти вот спланированные акции комментарии или политические и я немножечко мне в этот момент они испытывала я испытывала такое знаешь раздражение вот так хотелось знаешь как отойдите вот хорошо люди собрались но не мешайте кому-то очень не дает покоя то что политические какие-то раздраи амбиции ушли на второй план и что мы стали решать то что действительно важно а важно сохранить человеческое достоинство важно оставаться людьми важно принять тех кто нуждается и оказать помощь важно и независимо от гражданства мы это не нужны это не значит что для нас стали все равно то как живут граждане молдов нет скорее мне кажется что это еще больше увеличить внимание и к теме к другим потому что мы теперь будем работать над тем чтобы в нашей стране было безопасно спокойно хотелось жить никому не хотелось бегать и факелом поджигать пороховой склад ну да да хочется верить что такое страшное все можно назвать его кризис то не кризис это война это не специальная миротворческая или военная операция это не спецоперация это война которую начал владимир путин который ведет владимир путин ты можешь облюбиться путиным но в один прекрасный момент тебе в балкон может прилететь ракета и все свои любовь к владимиру путину как-то вот закончится на этом то что было в киеве то что мы видим в харькове мариуполе херсоне и так далее по всей украине по счастью молдова нейтральная страна у нас прописано в конституции руководство страны вполне себе четко артикулирует то что мы нейтральная страна мы сохраняем нейтралитет да бог даст минует нас самые страшные испытания там посмотрим конце концов разумом должен возобладать и мир будет любая война заканчивается спасибо это наверно самые главные слова которые мы ждем и хотим не только услышать но и их реализации мир будет и любая война заканчивается спасибо вам за то что он нашел время если вы обратили внимание наши телезрители я у меня программы делятся на часть политическую часть город гуманитарную до больше более человеческую это уже вторую неделю я работаю по такому сценарию потому что мне кажется что это очень важно сохранить человеческое лицо выйти с достоинством из этой ситуации ни одна война не может быть вечной и это закончится даст бог закончится с наименьшим количеством все-таки жертв и как можно быстрее я с вами прощаюсь но но сейчас я перед программой в спокойной обстановке записала вот такое вот своеобразное поздравление по поводу 8 марта и это будет мои заключительные слова в сегодняшней программе коллеги пустите пожалуйста в канун международного женского дня мне очень грустно грустно от того что происходит в нашем регионе казалось у нас мирное небо дабы только все равно в воздухе чувствуется напряжение на электризованность я уже почти две недели ежедневно читаю новости и сводки из украины я вижу там цифры убитых раненых взятых в плен молодых ребят ровесников моего сына и сегодня был точно такой же день который кто-то был убит ранен кто-то взят в плен и в такие минуты я иду в комнату в которой находится мой сын обнимаю его и говорю как сильно я его люблю и радуюсь тому что у меня есть такая возможность тысячи матерей этого уже не смогут сделать никогда тысячи женщин никогда не смогут обнять своих сыновей мужей братьев отцов не потому что они так решили а потому что кто-то посчитал что может решить за них что их дети могут быть принесены в жертву их планам и амбициям сегодняшний день 8 марта сначала предполагалось что этот день был сначала он отмечался как день борьбы за права женщин потом все больше он обрастал такой более мягкой женственной формы нам говорили о том кем и красивый любимый дарили цветы и подарки я я сегодня хочу сказать что готова обменять все цветы и все подарки на мир на право женщин украине россии молдове любой точки мира любить быть любимыми обнимать своих сыновей отцов мужей братьев друзей на то чтобы больше никто и никогда не мог решить за нас и не мог отнять у нас это право не мог потребовать чтобы мы отдали дорогих нам людей в жерло войны а то чтобы больше не было похоронок чтобы не было цинковых гробов и передвижных климатуре отдать все цветы мира в ответ в обмен на возможность женщин просто любить и быть любимыми не оглядываясь на амбиции политиков и их планы поменять все эти цветы и подарки над мирное небо над головами детей на то чтобы больше никогда не было детей которые будут прятаться в бомбоубежищах и там будет проходить их детство чтобы они больше никогда не прятались от войны нам не надо цветов подарите женщинам мир ну уж извините за такое своеобразное поздравление но подарите женщинам мир это было сегодня так такая территория свободы иван спасибо еще раз что его принял участие в программе мы с вами увидимся в четверг студии обязательно бумет обсуждать последние вопросы темы актуальные и очень хочется услышать до четверга что и слова женщин а я вера что я не единственная такая которая мечтает о мире будут услышаны мирного вам неба над головой берегите себя и своих близких